Да, добрый день. Добрый день, Леонид Алексеевич. Да, слушаю вас. В горы с полкомью проходит прямая телефонная линия. На вопросы жителей отвечает помощник президента. Первой до Леонида Мартынюка дозванивается Тамара Миченко. Помимо просьбы помочь с ремонтом кровли и водоотведением в доме на Тухачевского, женщина предлагает улучшить внешний вид Бобруйской крепости, установить там музейные стенды и проводить экскурсии. Главный посыл – сохранение исторической памяти. Огромная благодарность для тех людей, которые имеют вот такую активную жизненную позицию, которая позволяет находить узкие места, определять какие-то такие моменты, которые даже не всегда видно со стороны или с рабочего места того или иного чиновника. В промежутках между обращениями инспектор по Могилевской области интересуется представителей бобруйских служб и администрации районов строительством и востребованностью арендного жилья, ситуацией с COVID-19 и проблемными моментами в работе местного ЖКХ. За два часа помощник президента принимает 10 звонков. Они в основном касаются сферы жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения. Леонид Мартынюк заверяет – все вопросы взяты на контроль и будут решены в рамках законодательства. Да, и передайте, пожалуйста, нашу поддержку нашему президенту Александру Григорьевичу Лукашенко. Спасибо, спасибо. Все, до свидания. Мы за него молимся. Хорошо, спасибо. И за всю команду. Только за прошлый год благодаря такой работе в Бобруйске оперативно отреагировали на 192 обращения. На решение некоторых ушло меньше суток. К слову, уже в субботу с 9 до 12 в горысполкоме, администрациях районов и на предприятиях ЖКХ пройдут очередные прямые линии. Здесь, не выходя из дома, можно будет получить ответы на многие вопросы.